Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! Тортиков много не бывает и в этом видео мастер-классе вы увидите еще один способ изготовления вкусных ягодных тортиков. Для работы нам понадобится конечно же полимерная глина. Я выбрала такие нейтральные тона, свойственные для тортиков. Это белый, бежевый, шоколадный, красный для ягод. Лезвие, чтобы отрезать полимерную глину. Лак и кисточка, чтобы покрывать лаком, чтобы тортик был наиболее насыщенного и яркого цвета. Гель, жидкая пластика для изготовления крема. Суперклей. Металлическая формочка диаметром 4 см. Плоскогубцы, деревянные зубочистки и конечно же фурнитура для сборки. Приступаю к работе. Чтобы получить нежно-розовый цвет, нужно смешать белую и красную пластику. Причем белый должно быть много, а красный значительно меньше. Эти два кусочка нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Я буду делать всего лишь два кусочка тортика для сережек. Поэтому мне нет необходимости вырезать полный круг. Я вырезаю только одну четверть. Поэтому я ножом отрезаю прямой угол из коричневого цвета, который будет нижним. А затем формочкой кругом отрезаю четвертинку. Кладу коричневую четвертинку на бежевый цвет и формочкой подрезаю. Затем то же самое делаю и с розовым пластом и опять с бежевым. У меня получается разноцветный слоеный торт. Мне осталось разделить кусочки на две части. Теперь нужно сделать фактуру тортика. Для этого я использую зубочистки. А чтобы зубочистка была более острой, я ее немножечко подтачиваю. И аккуратно такими взрыхляющими движениями я обрабатываю поверхность тортика. Их боковые части. Каждого кусочка. Когда я обрабатываю одну сторону тортика, я ее переворачиваю. Но чтобы не повредить то, что я уже обработала, я подкладываю мягкую тряпочку. Для этого можно использовать мягкие рыхлые хозяйственные тряпки. Сейчас они продаются практически в любом супермаркете. Вставляю в кусочки тортика штифты и запекаю их 15 минут при температуре 110 градусов. Я это делаю для того, чтобы кусочки немножечко закрепились. И больше не деформировались, чтобы мне удобнее их было украшать. А пока тортики запекаются, я делаю ягодки для их украшения. Катаю небольшую красную колбаску. Нарезаю ее на части. Каждая из этих частей будущая ягодка. Тоненько раскатываю зеленый цвет. И отрезаю небольшую полосочку, из которой буду делать листочки. Формирую красный кусочек в форму капельки, в форму ягодки. Прямо зубочисткой отрезаю кусочек зеленой пластики в форме листочка, маленького уголочка. И на каждую ягодку можно закрепить от 3 до 5 листочков. Когда закрепила к листочке, кладу ягодку на бок и тыкаю ее, чтобы имитировать косточки. Таким образом делаю 6 ягодок, по 3 на каждый кусочек тортика. Тортик будет украшен также и кремом. Я решила его украсить красным ягодным сочным кремом. Поэтому я хочу размягчить кусочек красной пластики. И в этом мне поможет фимогель. Я хорошенько размягчаю кусочек красной пластики. Капаю на него капельку геля. И хорошенечко перемешиваю. Затем еще раз капаю капельку, перемешиваю. Еще раз капаю, перемешиваю. И так до тех пор, пока кусочек не станет слишком мягким и слишком липким для рук. Когда его уже невозможно мять в руках, я кладу его в стаканчик и протираю руки влажными салфетками. В стаканчик я наливаю еще геля сверху. И мешаю уже при помощи деревянной палочки. Я использую китайскую палочку. И перемешиваю до тех пор, пока консистенция не станет однородной. Должно получиться что-то вроде жидкой сметаны. В зависимости от того, сколько геля вы нальете в стаканчик, масса получится либо более густая, либо более жидкая. Делайте так, как вам удобнее. А тем временем кусочки тортиков уже запеклись. И я вклеиваю штифты на суперклей. Теперь покрываю тортики красной жидкой пластикой. Тем кремом, который я только что приготовила. Также я подготовила баночку с белым кремом. Наношу порцию белого крема зубочисткой сверху тортика. И при помощи зубочистки украшаю тортики ягодками. Кладу по 3 ягодки на каждый кусочек. Так как ягодки не запеченные, их удобно подцепить простой зубочисткой. После этого необходимо запекать кусочки тортика 30 минут при температуре 110 градусов. Если вы работаете с полимерной глиной FIMO. Обязательно посмотрите температуру и продолжительность запекания на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. Когда кусочки тортиков запеклись, достаю их из духовки. Жду, когда они немного остынут. И теперь можно их покрывать лаком. Лаком я покрываю только ягоды и крем. Ту поверхность, которую я обрабатываю зубочисткой, шершавую поверхность я лаком не покрываю. Так же, как и обратную сторону кусочков тортика. То есть, лаком я декорирую то, что я хочу, чтобы блестело. Аккуратно наношу лак мягкой кисточкой. Стаканчик с водой мне нужен для того, чтобы время от времени ополаскивать кисточку. Так как лак быстро высыхает, кисточка также может засохнуть. Поэтому, после того, как я покрыла лаком, кисточку я ставлю в стаканчик с водой. Когда лак высохнет, а это примерно через 15 минут, можно собирать сережки. Делаю я это при помощи плоскогубцев. Я беру швензу, отгибаю колечко на ней, подвешиваю кусочек тортика и плоскогубцами закрываю колечко обратно. То же самое проделываю и со второй сережкой. Яркие и сочные аппетитные кусочки тортика готовы. Это озорное украшение точно не останется незамеченным. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!